Я только в 87-м вышел из Северной в последний раз. Это все там написано. Все, как процесс шел. Слышали? Откуда они слышатся? Я это все знаю. А вот в нем убитый был и романах Григорий, голову отрезал Кришнеитта. Он в моем, это двоюродный племянник Суслова. Он в моем доме тоже пришел был, он из Бактистов. Потом следователь у меня обратился, сейчас батюшка работает. Они зубами спешитали. Когда будет? Я помню. Были проходцы, а морщишка была еще, а в моем доме был Комсомольский билет. А сейчас просто вода еще не будет. Мы в Кемеровске зашли, в каждый район. Осталось в Северу, там осталось два района, не смогли дойти. Но мы не из Томска попасть. Полный Калтайский край, 51 район. Мы прошли от Байкана, нижняя сторона еще из Челябинска. Дула Москва и Осталось. Теперь наши власти, где сказали, где обет от страны. Потому что в этих книгах ответы на 4129 вопросов. Батюшка, кратко рассказал. А отдельно, как с мусульманами работают? Какие то проявления? 561-го вложения. Все, что было сказано. Как работать с ними? Ко мне завезли. А он сразу обратился, уже после обеда был верующим. И теперь поручение с патриарха Наум Израилевича. Там их, главное, проповедует, о масонских протоколах рассказывает. Дети поехали в Израиль, их не пустили даже. Вот как они на него обозлились. Он такой простой-простой. Это Бог делает. И поэтому противосектантские книги, это второй том, что все это есть. Спасибо, Господи. Дай Бог здоровья. Если мы сегодня выйдем где-то, то мы ночем где-то в лесополосах, готовим, нам так удобнее. И дальше и дальше идем. Все. Все. Все, благословите. Слушай, давайте я расскажу где-то улицу. Ребята, а ну-ка рассказывайте, где. Вот, расскажите как. Не знаете вообще дороги? Вообще. Первый раз мы ехали. Можно назад и кран заехать. Был и кран в Кенката. А сейчас. На Матьянгу ехать надо туда, в ту сторону сюда ехать. Через весь город. Вот как мы ехали, по этой дороге прямо-прямо, до светофора. Слушай, нарисовать, я думаю, мы забудем. И на... Он идет направо и потом идет по этой самой... Налево, по главной дороге, потом направо. Давайте нарисовать лучше. Давайте нарисовать. Так, минутку, батюшка. Минутку, я что-то скажу. Ага. Это более важно будет. Мы все равно найдем. Патриарх Кирилл вернулся с Дальнего Востока, когда приехал. И в газетах напечатали его, как интервью, что сказать. И он говорит, состояние церкви-духовная развалина. Вы слышали это? Нет. Теперь услышали. Это во всех газетах напечатано было. Я только добавил к этому. Я ему письмо большое написал. Что делается? Ему показали не худшее. Вот в чем дело-то. Но где мы едем, там нет развалин, там пепелище Освенцима. Все красивые, чернобровые, работают на дорогах, везде работают. Русских вообще мало-мало где видим. И отец Демитрий Смирнов, его помощник по селуной структуре, его спрашивают, отец Демитрий, неужели так безнадежно, что Россия пропала? Он говорит, статистику не читайте. Средняя русская семья 1,8 ребенка. Мусульманская 8,1. Вам что говорить? Франция на 48% мусульманская. За последние, кажется, 20 лет в 30 раз больше мусульман в Канаде стало чемначально. И как с ними работать? Вот такого героя веры, как занялся 40, не будет больше. И вряд ли будет. Я добавляю, никто так не любил мусульман, как он. Хотя дед у меня был муллах. Это настоящий святой. И у него не надо канонизации никакой ждать. Только мне вечером случилась трагедия, мне они сразу позвонили с Москвы. Я знаю, он говорил, быть мучеником за Христа, минуя мытарство, войти в рай. Это действительно так. Может быть по другому мыслить, но поверьте, это так. Вот эти книги мои ко мне домой приезжал, книги сам пишет Андрей Кураев. Значит, что-то у него там отсутствует. И он такие отзывы дал, просто прекрасные. Игнатий это, ну, назвал там богослов, все, и далее. Самый строгий критик Патриархи. А почему? Да потому, что без обличительного слова мы все взглянили. Это как КПСС. Не трожься, так и сдоху. Когда мы знаем самую суть пророчества. Не мои слова, а там пророчества. Слово Божие. На этом основании каждому подходит. А у нас вот зачем оно нужно? Есть такой егумен Петр Крещенко. Он стал там об ошибках. Мы, говорит, создали белый магизм. Губочное христианство. Ты когда исповедуешь человека, спроси эту бабушку, кто изображен на кресте. Ты в разумительном ответе не услышишь. Нам работать надо день и ночь. Я засвидетелил, у меня 50 лет, еще будет 27 сентября, как я обратился. Безнадежных ситуаций нету. С нами Бог. Вот, кажется, все, ничего нету. И вдруг, откуда, как волна какая придет и помощь. Ну, все абсолютно придет. Богу. Господь вас послал. Куда ты нас вырвался? Это за все наши митарцы такое утешение. Мы ушли. До свидания. Спасибо Господи. Игнать Николаевич. Игнать Николаевич. Андрей там ему объясняют еще. Еще поговорите. Дорогу сейчас покажут ему на листочке. Ага. Понял. Главное, и Пивобарова знают. И моего брата Патерия Насипиакима. И его матушка. А что странно ты не сказал? А я перед ним распинаюсь. Я смотрю, это он или нет. Да я, я. Это слепой. Он или нет. Я говорю, это я. Я был слеп и прозрел. У меня обращение было, как у Савва. Я в 5 лет знал, кем я буду. Я готовился стать террористом. Отомстить коммунистам за поруганную землю. А Господь сказал, не ты будешь знать, а Савва тебя будет знать. И все в один день. Я работал в это время на корабле, на штурманном. Мне Бог давал знания. Я за службу в армии учил английский, немецкий, французский. Выступал. Добился разрешения 3 курса за год. Дать сразу на любом из языков. Сурган за границу. Готовь меня шлеп. Все. Я стал другой. На корабле сразу сказал о кресе. С ума сошел Савва-то. Матрос-то наш. С этим клеймом я 26 лет жил. Пока вместе с падением режима не сняли проклятие. Как злоупотребление советской психиатрии. У меня в живого места ничего не творили. Только одно. Молил Бога разум, чтобы не отняли. Бог сделал так, что сегодня они сами все приходят. Приходят, книги покупают. Полковник КГБ, который арестовал. Следователь, который принял крещение. Ночами в тюрьме умер по-христиански. Я когда ночью вставал, молился. А на утро подошли. Преступники говорят. Вчера там 6-7 человек становились сзади молиться. Можем мы тоже встанем на колени. Мне Бог по-бедному позволил пройти эти тюрьмы. Я когда разговариваю с Глебом Нихуниным. Это Зоя Крахманика. Ни у кого еще не было этого. Все молитва. Пойдем в тюрьме в 6. Я сюда встал в 4. День разбитый у меня был 5 раз. Полчаса по полтора. А с 8 до 10. Два этажа. Охранники. Дверь открытая. Все сто два часа проповедуют. Камера замерла. Один считает, кто не курит. По хам глянув все замерло. Ни один не шевельнется. И каждый день. Туда не пройти. Бог послал меня. Я как на крыльях летел. Но все. У меня Евангелие. Которое там было. Его взять. Оно все сморщенное. Пропитанное слезами. Это Бог дал. Господи. Слава Тебя. Новые люди. Подобные. Самые старые. Ватюшка. Я приглашаю. Тогда будете в Барнауле. У вас теперь на сайте есть. Находите в этом. Если вы будете случайно работать. Просто вы пустите Игнать и Лавчим. Я один. Друзья попросите. Я делаю очень большие рассылки. Там мои стихи. У книгах. 3467 мои стихотворения. Около 80 положено на музыку поютки. Каждое стихотворение 9 куплетов. И напротив каждой строчки указано место битвы откуда где-то мысль. Таких стихов. Все говорят. Никогда не поют. До чего же они красивые. Я вам рассказываю иногда. Ну концу этого стихотворения. За мной там враги. Борицы. Преследовали. За мной двоих. Бешеный Саул. Они разведали, что я мед акриды. А штаб-квартира избран в Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с бинокнами в машине. Мой след вынюхивает у пустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не достигаем вам. Прощай, земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд с небе считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Спасибо, Господи. Ну вот это у нас будет. Я вас буду поближать на кого-то. Ангела храните. Спасибо, Господи. Дай вам Бог. Здоровья и герпеть. Мы, наверное, в сентябре будем, так что не забывайте. Нет, нет. Все. Мы завершились поддержкой. Спасибо. Уходим. 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 Уходим.